В Украине завершила свою работу международная медицинская миссия «Фейс-то-фейс». В течение недели команда американских пластических хирургов оперировала украинских военных, которые получили тяжелые травмы головы, шеи и лица в боях. Помогали им медики из Ивано-Франковска. Скольких пациентов удалось прооперировать, об этом далее в нашем материале. Из палаты в палату группа американских хирургов обходят пациентов, осматривают и оценивают результаты своей недельной работы. Агистин Маскателло, директор одного из медицинских центров в Нью-Йорке, специализируется на пластической хирургии шеи и лица. В Ивано-Франковск прибыл вместе с группой американских лицевых пластических хирургов. Говорит, участие в таких международных медицинских миссиях принимают часто. За последние 15 лет побывал в Колумбии, Перу, Таиланде, Кубе и Вьетнаме, где в большинстве оперировал врожденные дефекты у детей. И это впервые его пациенты военные. Много американцев шокированы тем, что сейчас происходит в Украине. Мы все сочувствуем вам. Операции, которые мы провели здесь, дома мы практически не проводим. Обычно с такими травмами к нам обращаются разве что жертвы автомобильных аварий или каких-либо мафиозных перестрелок. Вместе с Агистином приехали еще 9 американских медиков. Линтия, операционная сестра, говорит, для нее это первый международный опыт. Когда ей предложили присоединиться к команде, без раздумий согласилась. Моя семья и мои друзья переживали за меня, потому что не знали, безопасно ли это. Но я поняла, что здесь есть люди, которым необходима наша помощь. Работая в США, мы практически не сталкиваемся с пациентами военными. Самое тяжелое было слушать их личные истории, как они получили эти травмы. Нам тяжело было сдерживать слезы. Американские медики рассказывают, что очень волновались, смогут ли провести необходимые операции на базе украинских больниц. У нас были очень сложные операции, но мы не были уверены, что сможем их провести здесь. Мы даже думали о том, чтобы сделать их во время следующей нашей миссии. Они были очень удивлены больницей, возможностями больницы, мастерством нашей локальной команды. Наталья координировала эту миссию с украинской стороны. Говорит, пациентов они подбирали два месяца по всей Украине. Согласилась около полусотни, но части желающих пришлось отказать. Не все пациенты подлежат таким оперативным вмешательствам. Это должно пройти определенное время после первичных травм. Должен быть организм пациента готовый. Мы с пациентами контактировали дистанционно. У нас были пациенты, которые с передовой приехали, которые снимали нам видео о мимике лица с передовой. В результате отобрали 31 пациента. Все военные, американские и украинские хирурги в течение пяти дней работали практически в режиме нон-стоп. Это командная работа. Мы тоже многому учились, потому что это врачи высокого класса. Некоторые операции, они вообще нетипичные. Их даже в Европе мало проводят. Это операции, где пересаживали часть кости на нехватающий там орган, на лице с ноги. Операции такие длились 12 часов под микроскопами. Виталий, военный из Кривого Рога, в марте подорвался на противотанковый минем. Получил очень тяжелые травмы. Говорит, изуродованное лицо приносило не столько физическую, как моральную боль. Украина тоже способна делать такие операции. Но проблема в том, что все госпитали загружены. У нас очень много раненых. Сейчас Виталий рад, что попал в группу пациентов. Результатами операции удивлен. Говорит, они даже заметнее, чем ожидал. Удалось мне получить то, что я хотел. Даже сейчас улучшилось зрение на моем правом глазу. Это абсолютно уникальный проект. Удовлетворен работой американских хирургов и Данила. У него было обожжено буквально все лицо из-за взрыва газа после вражеского обстрела. Говорит, украинские хирурги провели уже несколько операций по пересадке кожи. Но проблемным оставался участок вокруг глаз. До этого времени у меня они не закрывались полностью. Когда я спал, я спал приблизительно вот так. Были немного открыты. Операция была под музыку. Впервые я увидел, что оперирует под музыку. Свою миссию команда американских пластических хирургов в Украине на данный момент завершила. Но через полгода они пообещали приехать снова.